Добрый вечер. С этого приветствия мы обычно начинаем каждый выпуск. Но в 2008 году этот вечер навсегда перестал быть добрым. Для нас осетин и для десятков семей российских солдат и офицеров. В ночь на 8 августа 13 лет назад нездоровые на голову власти соседней Грузии варварски напали на спящую республику, сделав предварительно циничное напрочь лицемерное заявление. Однако операция под кодовым названием «Чистое поле» провалилась. Мы снова выстояли. И снова к великому сожалению ценой жизни лучших своих сограждан. Светлой памяти защитников Отечества и русских солдат. Сегодня скорбный день, но если задуматься, великий в истории Южной Осетии. С начала 20 века наш маленький народ не раз подвергся геноцидальным попыткам Грузии. Но сегодня мы вещаем на государство Алания. По-прежнему маленькую, но гордую и сильную духом республику. За окном резвится новое поколение осетин, которому, дай бог, уже не придется терять своих отцов и матерей. Южной Осетии быть вопреки всему. Мы начинаем выпуск. Пять кровавых дней августа 2008 года навсегда останутся в памяти нашего народа, как самые страшные в новейшей истории Южной Осетии. Все началось с артиллерийского обстрела в ночь на 8 августа и звероломного вторжения грузинских войск на территорию нашей страны. Нам уже было ясно и понятно, что агрессии не избежать. Грузия готовилась к войне задолго до августа. Сягивала свои войска, проводила учения. Обещания Саакашвили прекратить огонь, как всегда, оказались ложью. Спящий город Схинвал подвергся массированному обстрелу. Главное оружие наших ребят – правда, отвага и готовность умереть за независимость и за светлое будущее своих детей. Мужество против многотысячной армии. Осетины защищали свою землю с автоматами, в то время, как их расстреливали из минометов, давили танками и бомбили с воздуха. Грузинские войска вошли в Схинвалда. Зубов вооруженные солдаты не забыли взять с собой многовековую ненависть к осетинам. Они пришли убивать и неважно, кто оказался на пути – женщина или ребенок. Каждый из нас понимал, что мужеству и смелости сложно будет биться против современной техники и такого количества военных. Сегодня мы вспоминаем, как, сидя в подвалах, доходила информация о приближении российских войск. И эта искра надежды и радости не угасает до сих пор. Россия пришла на помощь, и мы выстояли, но, к сожалению, заплатили большую цену. Российские и осетинские войска вместе с ополченцами быстро взяли в кольцо хваленную 1-ю бригаду грузинской армии, которую часто показывали по телевизору, нахваливая их военные навыки в черных беретах, черных берцах с американскими винтовками. Винтовками, которые затем пришлось собирать на улицах Цхинвала. Наверное, они мешали им, когда, сломя голову, они уносили ноги. Они побросали все – танки, стрелковое оружие. А еще два дня ушло на то, чтобы проводить грузинскую армию, точнее тех, кто не успел убежать. По их лицам было понятно, что парад закончился, и теперь им придется воевать не с женщинами и детьми, а с собственной совестью и собственной жизнью, хотя многие из них вторую не сохранили. Для жителей нашей республики дни окончания войны были радостными и горькими одновременно. Со слезами на глазах мы хоронили погибших и с теми же слезами обнимали своих защитников и благодарили их за жизнь. Прошло 13 лет, раны заживают, грохот выстрелов забывается, но боль и обида не проходят. Обида за тех мальчишек с нашего двора, которые так хотели жить. Обида за наших отцов, которым вновь пришлось защищать свои семьи. Каждый из нас должен помнить не просто то, что была война, а помнить всех поименно, помнить горем своим. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Оксана Джоева, Ирина Гогинова, ГТРК ИР, информационный выпуск, сегодня. Этой ночью в республике почтили память невинных жертв грузинской агрессии. Мы все помним про август 2008. Уже не сухнут слезы на глазах матерей погибших ребят, а их дети вряд ли смогут простить агрессору сломанную судьбу. Тем более циничными, по сути своей, являются заявления некоторых европейских стран в преддверии этой кровавой даты. Молчание, боль и скорь. В музее сожженных душ у въезда Назарского дорогу, по которой в 2008 году десятки жителей Схинвала спасались от войны, прошла траурная акция «Наша память светла, как слеза». Здесь, вокруг металлического дерева, стоят сожженные вместе с людьми грузинскими военными автомобили. Для десяток женщин, стариков и детей, которые спасались от пылающего города, дорога жизни стала дорогой смерти. Почтить память жертв войны здесь собрались десятки людей, родственники и жители республики, руководство Южной Осетии во главе с президентом. Гости, приехавшие на траурные мероприятия, в их числе лидеры братских республик. Траурные мероприятия продолжились у здания парламента. На Гергиевской лестнице, где на развалинах здания парламента, через несколько лет после войны, Валерий Гергиев дал концерт реквием, прошла акция «Только бы не забыть». Около сотни фотографий погибших были выставлены на ступенях лестницы. Жители республики под звуки траурной музыки зажигали свечи, прозвучали стихи о героях. Нынче вырвалась будто из пренавесна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь погурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Писатель, главный редактор газеты «Хурзари» Ньюри Габараев особо подчеркнул подвига стенских ребят, которые дали достойный отпор врагу, встав перед ним лицом к лицу. Мужество и героизм этих молодых ребят, которые в неравном бою защищали нашу родину, мы не вправе забывать. Субтитры создавал DimaTorzok Глава государства призвал помнить и никогда не забывать тех, кто без раздумий отдал свою жизнь за родину, тех, кто был расстрелян грузинскими фашистами, зверства, которые совершает Грузия уже больше века. Вспомнить тех, которые отдали свои жизни, вспомнить тех, которые были расстреляны. И это не только 8 августа. Вспомнить все, что произошло до 8 августа. Вспомнить и не забывать Зарскую трагедию. Вспомнить и не забывать Рецкую трагедию. вспомнить и не забывать цинагарскую трагедию, вспомнить тех людей, которые, проезжая через анклавы, были убиты, вспомнить российских миротворцев, которые первыми попали в жернова провокации со стороны фашистского руководства Грузии. Анатолий Бибилов подчеркнул, что геноцид осетин продолжался до 8 августа 2008 года. Эта дата стала отправной точкой для признания суверенитета Южной Осетии. Он также отметил, что народ Южной Осетии, обреченный на очередное истребление, был спасен благодаря твердой позиции России. И какой же цинизм должен быть, когда перед 7 августа, перед началом войны, обратиться к Российской Федерации, чтобы отозвали признание Южной Осетии и Абхазии. А теперь на секундочку представим, если бы к этим обращениям в 2008 году прислушивалась Россия, что бы с нами было, где бы мы находились, чем бы мы занимались, и сколько его жертв принесла Грузия на алтарь фашизма, жизней наших граждан. Президент Абхазии Астан Бжания считает, что августовские события 2008 года вновь показали непоколебимость духа осетинского народа и его решимость отстоять свободу родной земли. Он выразил благодарность руководству Российской Федерации за решение поддержать народы Южной Осетии и Абхазии в их стремлении к независимости и праву на безопасное и стабильное развитие. Мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли. Их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности отчизне. Вечная память воинам-освободителям. Сегодня наши страны свободно развиваются. Однако мы не должны расслабляться. Все указывает на то, что Грузия до сих пор не оставила мыслей вернуть Южную Осетию и Абхазию. Об этом говорит и тот факт, что она по-прежнему отказывается подписать с нами мирный договор. Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают двойное техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране, которая в августе 2008 года, несмотря на беспрецедентное давление, приняла смелое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Миняйлов в своем выступлении отметил, трагические события августа 2008 года – это страница истории всей Осетии, каждого человека. Сегодня наша общая задача состоит в том, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. 13 лет прошло с тех пор, как агрессор без объявления из-под тяжка нанес удар и начал расстреливать мирных жителей, которые мирно спали только за то, что они хотели жить свободно, трудиться свободно на своей земле. Этот акт не оправдать никакими целями. Мы с вами должны помнить это. Многие здесь стоящих, в том числе и я, эти события знаю не понаслышке. Должны помнить в своей жизни воспитывать наших младших так, чтобы они тоже помнили имена тех людей, которые погибли за свободу и независимость. Память жертв войны участники акции почтили минутой молчания. К мемориальному комплексу защитникам Отечества и к поклонному кресту были возложены цветы. Память тех, кто сложил головы в борьбе за наши мирные сегодня вместе с гражданами почтили гости республики. Репортаж Яны Плеевой. В этом году состоялось открытие мемориала защитникам Отечества. И сегодня впервые в траурные дни руководство республики, общественность и гости возложили цветы к памятнику павших героев. Мемориальный комплекс Станет не только местом памяти ушедших героев, но и навсегда увековечит их подвиг, совершенный во имя мира, счастья и благополучия жителей республики. Именно они прекратили кровопролитие, обеспечили безопасность, суверенитет, стабильность и будущее. Этот памятник как символ стойкости и возрождения синского народа и готовности протянуть руку помощи павшим в беду друзьям. Российский солдат первым откликнулся на беду и пришел на помощь. Далее состав возложений цветов и венков к поклонному кресту у здания, где до 2008 года располагался российский миротворческий контингент. Спустя 13 лет здесь все так же безмолвно. И это место спустя годы становится своеобразным символом августовской войны. Российская Федерация помогает и развиваться, обеспечивает безопасность. Это, конечно, сказывается на жизни людей, и они сегодня более уверены. Никто своих детей уже не прячет по подвалам, никто не перебегает улицу, чтобы не попасть под шальную пулю или под пулю снайпера. И все это, конечно, говорит о том, что решение, принятое Российской Федерацией, оно было абсолютно правильным и жизненно необходимым для народа республики Южной Сити. Среди первых убитых был Денис Витчинов, который показал подвиг мужества и благородства, защищая народ Южной Осетии и отдал свою жизнь. Сегодня в дни траурных мероприятий супруга Дениса приехала во второй раз вместе с уже повзрослевшей дочерью. Когда Дениса не стало, ей был всего один год. Он здесь исполнял свой долг, после которого его не стало. Но 13 лет прошло. Это очень много. Уже дочь выросла, она уже большая. И я хотела, чтобы она своими глазами увидела, где погибли. Сегодня Осетия скорбит. Сегодня мы вспоминаем события, навсегда изменившие судьбу целого народа. Сегодня мы преклоняем головы перед теми, кто сделал все для того, чтобы мы жили. Яна Плева, Рауль Кочев, Тамерлан Гусраев. Информационный выпуск сегодня. В Северной Осетии, в других городах России, в Приднестровье, в Италии тоже прошли памятные мероприятия, посвященные событиям 13-летней давности в Южной Осетии. Почтили память погибших героев, мирных граждан, ставших жертвами полномасштабных боевых действий. В Северной Осетии прошла акция «Свеча памяти». Перед храмом Святого Георгия собралось более сотни человек. В начале траурного мероприятия прошел молебен, после чего собравшимся показали видеоролик о августовских событиях 2008 года. Было отмечено, что никакие границы не должны препятствовать тому, чтобы мы и в радостные моменты, и в горе были рядом. Мы должны эту дату помнить, потому что все, что произошло, мы видели. Но страшно подумать, что могло произойти, если бы не была Россия и руководство страны на тот момент. Поэтому мы должны все это помнить, чтобы это не повторилось. Памятные акции проходили и в Москве. В посольстве Южной Осетии в Москве был припущен государственный флаг. Участники памятной акции почтили минутой молчания память погибших. На памятном мероприятии присутствовали сотрудники посольства, постоянного представительства Республики Северной Осетии Алания при президенте Российской Федерации в Москве, представители Московской Осетинской общины. И сегодня же в Московском храме Христа Спасителя состоялся молебень по погибшим в результате грузинской агрессии мирным гражданам, защитникам Схинвала, осетинским и российским военнослужащим миротворческих сил, солдатам и офицерам российской армии, ценой своих жизней защитивших Южную Осетию от физического уничтожения. Памятные мероприятия прошли в Приднестровско-Молдавской республике. В Тирасполе в память о событиях 13-летней давности шерсть грузинской агрессии против народа Южной Осетии, тех, чьей жизни унесла война, у мемориала воинской славы состоялась церемония возложения цветов и поминальная служба у часовни святого Георгия Победоносца, сообщает официальное представительство Республики Южная Осетия в Приднестровье. В Италии под эгидой представительства Министерства иностранных дел Южной Осетии прошла памятная акция «Молебень», посвященная 13-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия. Поминальный молебень отслужил священник православной церкви Пизаро Отец Джорджио. По традиции, рядом с деревом мира, деревом грецкого ореха, которое было высажено в память о жертвах грузинской агрессии, группа друзей Южной Осетии почтила память погибших в результате жестокой агрессии Грузии в августе 2008 года, минутой молчания, сообщает МИД Республики. Председатель общества Алан в Стамбуле Садритин Кусате направил в адрес президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова письмо со словами соболезнования и поддержки. В письме, в частности, говорится. Наряду с народом Южной Осетии мы глубоко скорбим, вспоминаем вероломное нападение фашистской Грузии на Южную Осетию. Сколько бы времени ни прошло, те трагические события невозможно забыть. Светлые имена жертв и героев не будут преданы забвению. Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал жизни за независимость и свободу Южной Осетии. Пусть государство Алан не займет достойное место среди других стран, чтобы флаг нашей Осетии свободно развивался сквозь столетия. Телеграмму со словами поддержки связи с 13-й годовщиной трагических событий августа направил и глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Тымрезов. Эльвира Дебилова, Виктория Багаева, Алаль Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Этой ночью в Ленингорском районе почтили память жертв Пятидневной войны. Также памятные мероприятия прошли в Знаурском районе. Жители поселка Ленингорск клонили головы в память о жертвах августовской войны. Мероприятия прошли у памятника защитникам Отечества. Память погибших в Пятидневной войне почтили минутой молчания. Ленингорцы вспомнили мужественных ребят, которые бились не на жизнь, а на смерть за родную землю. Российских миротворцев вместе с осетинским народом, защищавших Южную Осетию, и невинно убиенных мирных жителей. Героически сражались осетинские ребята, выстоявшие в неравном бою, отметил в своем выступлении глава района Владимир Гулиев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В поселке Знаур также вспоминали жертв грузинской агрессии. Жители поселка собрались, чтобы отдать дань памяти защитникам родины. Пункт управления, с которого шло управление обороной города, уничтожен, горит путь. Пол города горит. Артиллерия, град, 152-мм орудия ведут огонь по городу. Гибнут мирные жители. Далее, значит, основные услуги сопротивления подавлены. Руководство администрации Знаурского района и жители возложили цветы в память о тех, кто боролся и погибал за независимость Южной Осетии. Субтитры создавал DimaTorzok Мы обязаны помнить все. Мы обязаны помнить всех, кто сражался за мир на осетинской земле. Алена Оттаева, Анжела Кукоева, Заур Остаев, Айда Кочиева, Заримар Суева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Наш выпуск на этом завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok